От такого преследователя не скроется ни один преступник. Сегодня без кинологов и их верных помощников не обходятся органы внутренних дел. О буднях четвероногих сотрудников и их инструкторов наши коллеги из телецентра «Беркут» подготовили сюжет. Вместо оружия и наручников у него чуткий нюх и грозный лай. За считанные минуты собака способна найти след любого злоумышленника и выполнить множество сложных задач. Роль собак в век научно-технического прогресса не ослабевает, а скорее наоборот. Не изобретено еще прибора более чуткого, чем нос собаки. Кинологическая служба также является одной из неотъемлемых составляющих уголовно-исполнительной системы. Здесь собаки применяются для патрулирования территории, проведения различных проверок, розыска и задержания бежавших осужденных. Служебная собака находится на службе до 8 лет. После 8 лет служебная собака, естественно, отправляется на пенсию. Собаки у нас на службе проходят полный курс, общего курса дрессировки. То есть это все базовые команды. Сидеть, лежать, стоять. Кинолог должен знать не только анатомию и психологию развития животного, но и методику подготовки различных пород, нюансов разведения собак всех типов назначения. Помимо строгости и твердости, во время воспитания четвероногого друга необходимо испытывать привязанность и любовь к питомцу. Кинолог в первую очередь должен любить животных. Если не любишь животных, не относишься к ним с должной долей уважения, тогда это место не для такого человека. Надо любить животных, надо их уважать. Для того, чтобы сделать из обычного пса отлично подготовленную служебную разыскную собаку, требуется упорный труд кинолога. Много времени, сила, терпение. Только ежедневные многочасовые тренировки по дрессировке и послушанию четвероногих друзей могут принести свои плоды. Важен очень грамотный подход к собаке. Важно воспитание служебной собаки, ее развитие, дрессировки и тренировки. Я согласен с фразой, что не бывает плохих собак, бывают плохие хозяева. Это абсолютно точно. Потому что мы в ответе за тех, кого мы приручили. Если животное неконтролируемое, если оно недисциплинированное, за это несет ответственность хозяин. На территории областной больницы Управления Федеральной службы исполнения наказания в Торжке за каждым инструктором закреплена своя собака, которую он ведет, а также несет ответственность за ее здоровье и работоспособность. Некоторые собаки содержатся дома и ходят на службу, как на работу. Другие находятся непосредственно на территории организации.